Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня вот такое меню из простых и доступных ингредиентов, как я и люблю. На первое у меня будет щи из квашеной капусты. Ставлю кастрюлю с водой на огонь и пока вода закипает, буду делать зажарку. Репчатые луги, морковь обжариваю на растительном масле. Добавляю соль, перец по вкусу. Классическая зажарка с добавлением томатной пасты. 2-3 средние картофелины нарезаю небольшими кубиками. Квашеная капуста у меня уже готова. Как только вода закипит, добавляю в воду 1 кубик куриного бульона. Опускаю в воду квашеную капусту и туда же отправляю картофель. Сильно подсаливать воду не нужно, так как в бульончике и в капусте содержится достаточно соли. Хорошенько все перемешиваем и варим до готовности картофеля, буквально минут 15. В супчик, я уже говорила неоднократно, я всегда добавляю сушеный укроп и лавровый лист. Ну вот и все. Можно выключать огонь, добавить зажарку и много-много зелени. Далее у меня будут рулеты из баклажан с начинкой. Баклажаны я нарезала вот на такие пластины. Не слишком толстые и не очень тонкие. Посолила и оставила минут на 20, чтобы ушла вся горечь. А тем временем подготовлю начинку. Это у меня майонез, чеснок и грецкие орехи. Конечно, это можно было сделать 3 в 1, но мне так больше нравится. Прошло 20 минут. Баклажаны обжариваем на растительном масле с двух сторон. И готовые язычки выкладываем на бумажное полотенце. Продолжение следует... Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Готовые охлажденные язычки смазываем по всей поверхности майонезом с чесноком. Можно слегка, можно обильно, это уже дело вкуса. Сверху посыпаем орешками и закручиваем в трубочку. Таким образом закручиваю все рулетики и выкладываю на сервировочную тарелку. Рулетики готовы. Убираю их в холодильник. И дальше я уже буду делать пиццу из лаваша. В упаковке их 3 штуки. Диаметр как раз подходит под мою формочку. Так как они очень тонкие, я буду использовать все 3. То есть пицца у меня будет трехслойная. Соус у меня к пицце классический. Я всегда использую только такой, без добавления майонеза. То есть это оливковое масло, томатная паста, не кетчуп. Измельченный в блендере зеленый базилик. Из специи обязательно орегано. Соль, перец черный-красный. Первый слой у меня из соуса и сыра. Вторым слоем у меня идет соус помидоры и сыр. И третьим соус, колбаса и сыр. Выпекаю в заранее разогретой духовке при максимальной температуре. У меня это 220 градусов. Минут 10-12. Пока будет выпекаться пицца, я быстренько пожарю куриную печень. Готовится она очень быстро и очень просто. Куриную печень обжариваю на растительном масле. Добавляю лук, чеснок, соль, перец по вкусу. И в самом конце, буквально за минуту до выключения, добавляю крупненарезанную кинцо. Ну вот, собственно, и все. Печень тоже готова. На это ушло максимум минут 15. Салатик у меня очень легкий. Листья шпината, помидоры, огурцы, красный лук, соль, перец по вкусу. Заправила я оливковым маслом, лимонным соком и сверху сыр фитакса. Макароны я отварила в подсоленной воде, сбрызнула чуть-чуть растительное масло и посыпала тертым пармезаном. Тут у меня еще цветная капуста с кабачками, рецепт которого я выложила ранее. Просто сегодня не хотелось повторяться. Из песни слов не выкинешь, что называется, это все готовилось в один день. Просто на тот момент сегодняшнее видео было неактуально. на этом я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, что были со мной до конца. Всего вам самого доброго и до новых видео!